Что вы рисовали, будучи ребенком? Сражения? Игрушки? Любовь или космос? Что вас притягивало? Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы ваши рисунки ожили? Я знаю, что мечтали. Меня зовут доктор Уолкер, и сегодня мы отправимся в страну детских рисунков. Объект номер SCP-277. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. В связи с высокой сложностью содержания SCP-277, объект находится в изоляции уровня. За действиями жителей объекта должны следить не менее внедренных в объект агентов. Не допускается распространение информации среди гражданских лиц об SCP-277 и его воздействии. Все попытки посторонних лиц войти в контакт с SCP-277 должны расследоваться. Перед назначением на SCP-277 обязательно следует подвергать сотрудников психологическому тестированию. Описание. SCP-277 – небольшой город в штат. Основная аномалия в пределах SCP-277 – встречающаяся в его пределах и окрестностях видения, которые происходят из воображения и мыслей детей. Этим видением присвоена общая классификация SCP-277-1. Отдельные экземпляры SCP-277-1 выглядят как нарисованные и нематериальные фигуры. Стиль исполнения этих рисунков может меняться в зависимости от ребенка. Создателями этих видений могут служить только неполовозрелые дети. А сам процесс проекции такого видения в реальный мир происходит без участия сознания или воли ребенка. В среднем в пределах объекта могут находиться до SCP-277-1 одновременно. Список неполовозрелых детей и их проекций приведен в документе SCP-277-1. Внедренным в SCP-277 агентом вменяется в обязанность разыскивать неупомянутых в этом документе детей и сообщать о них. Однако поддержание полного и актуального на 100% каталога считается практически невозможным в связи с численностью населения и принятыми мерами безопасности. Отдельные экземпляры SCP-277-1 могут взаимодействовать друг с другом. В то же время материальные объекты проходят сквозь них без каких-либо повреждений. Дети часто играют с проекциями и само их существование считается нормальным среди жителей города. Граждане SCP-277 утверждают, что проекции были в городе всегда с момента его заселения первыми поселенцами. Истинность этого утверждения находится под большим вопросом, так как самые ранние свидетельства существования этого города относятся к 2000 году, а в близлежащих населенных пунктах о существовании этого города никто не знает. Обследование жителей SCP-277 показало, что стоматологические карты, отпечатки пальцев и записи ДНК не значатся ни в одной из государственных баз данных. Жители города утверждают, что никогда не выезжали за пределы SCP-277. Операция 277. Отчет 1. Попытка номер. Эвакуировать жителей SCP-277 принята 16 июня. В ранее описанные методы эвакуации внесены некоторые изменения, а именно Данные удалены. С целью избежать ошибок, ранее приводивших к неудачному исходу операции. Документальные описания предпринятых ранее попыток эвакуировать гражданское население из SCP-277 приведены в «Данные удалены». Местное население по-прежнему отрицает факт предпринятых ранее попыток эвакуации. Оперативники, ранее задействованные в операциях подавления SCP-277-1 и SCP-277-1. Р, в частности, более удалено. Требуются более опытные оперативники и сотрудники класса D, а также медицинское оборудование и лекарственные препараты на случай повторения подобных инцидентов. Операция 277. Отчет 2. По состоянию на 23 июня операция 277. Считается неудачной в связи со «Данные повреждены». Выяснилось, что SCP-277-1 R способен наносить вред психике не только неполовозрелых детей, но и физически взрослых агентов. В дальнейшем не следует предпринимать попытки эвакуации. Рекомендуется изоляция, уровня. Доктор. Сотрудникам фонда не удалось установить автора отчета об операции 277. Версия отчета без редакторских правок в базах данных фонда не значится. Ни сотрудники фонда, ни гражданское население SCP-277 не помнят каких-либо попыток эвакуации, поэтому подлинность документа не раз ставилась под сомнение. Было принято решение о прекращении попыток эвакуации населения. Более того, было установлено, что при попытке жителя SCP-277 покинуть город возникает бурное. Означенный житель снова оказывается в городе и не помнит о своей попытке покинуть город. Приложение 277-А. 14 сентября года агент организации сделал фотографию неучтенного SCP-277 в одной из городских библиотек. Поблизости не было никого, кого можно было бы счесть источником проекции. Поскольку внешний вид экземпляров SCP-277 и их действия зачастую могут указывать на ребенка, послужившего источником экземпляра, были предприняты попытки установить его источник. Данному экземпляру была присвоена классификация SCP-277-1-R. Обо всех проекциях, стиль отрисовки которых совпадает со стилем данной проекции, следует незамедлительно сообщать приложение 277-B. С 23 сентября частота появления SCP-277-R утроилась. По состоянию на 5 октября года из-за нападений SCP-277-R на проекции других детей погибло детей. Подробности смотри в интервью-277-A. Интервью-277-A. Опрашиваемый. Агент Дэвис. Интервью ведет. Доктор А. Начало протокола. Ладно, давайте начнем с того, как вы впервые увидели SCP-277. Ну, у меня тогда рабочий день кончился. Я шел в местную забегаловку и увидел, как целая пачка этих ошивается на той стороне дороги. Было бы неплохо, если бы вы вспомнили как можно больше подробности, Дэвис. Они были в виде... кроликов. Большая часть, так или иначе. Обычно детишки за час всякое воображают. Бобовые стебли там или космические корабли. Но в этом стиле я видел только кроликов. Они скопились на перекрестке и смотрели, как едут машины и идут пешеходы. Наверное, так. Они не очень-то двигались или играли не то, что другие рисунки. Ну, сотрудники на объекте так их называют. Рисунки... они в основном смотрели на других. Вас это не насторожило? Что? Нет-нет, к этим я уже к тому времени привык. Они ведь зла обычно не делают, так что о них никто уже и не беспокоился. Понял. Продолжайте, пожалуйста. Ладно. В общем, я мимо них прошел и тут услышал, как за спиной вопит эта девчушка. Маленькая такая, лет, наверное, восьми. Когда я шел мимо, она играла со своим рисунком крылатым пони или что-то вроде. Так вот, я обернулся, а кролик уже накинулся на ее рисунок. В жизни не видел, чтобы что-то так быстро двигалось. А он... он поглощал ее рисунок, иначе и не скажешь. А девочка билась, как в припадке. Я вообще не понимал, что происходит. Это было как один здоровый меловой розчерк в воздухе. Девочке уже было не помочь. Я ее за голову придерживал, чтобы об асфальт не билось, но я же не доктор. Остальные кролики набросились на другие рисунки, рвали их на куски, а дети все визжали. И вроде, если верить тому документу, такое по всему городу утворилось. Так ведь? Это верно. Я в него доху... Ругательство удалено. Пуль выпустил. Но ясное дело, это не помогло. Сам не знаю, почему я вообще стрелять начал. Они же все еще в коме, те дети. В коме? Думаю, это все, агент Дэвис. И вот еще что. Да? Могу я попросить, чтобы меня перевели с SCP-277. Вас уже назначили на SCP... Спасибо. Тогда до свидания, доктор. Конец протокола. Дополнение. Спустя три месяца все проекции SCP-277-R исчезли из города и его окрестностей. До сих пор неизвестно, были ли это проекции кого-либо из детей, либо проявления самого SCP-277. Приложение 277-C. Показания граждан SCP-277 в отношении случившегося 10 октября расходятся. Некоторые горожане утверждают, что никогда не видели подобного и выражали желание, чтобы сотрудники фонда побыстрее нашли возмутителя спокойствия и привлекли его к ответственности. Другие утверждают, что подобные события случаются каждые лет. Назначенные на SCP-277 сотрудники испытывают дискомфорт при общении с коренными жителями города. Они слишком широко улыбаются. Как будто это место одна сплошная сказка. А то побоище. Лишь часть счастливого конца этой сказки. Агент Дж... Я думаю, без злых проявлений SCP-277 это был бы прекрасный город. Но в мире существуют места, где можно найти совсем недеткие рисунки. И эти места — артбуки SCP Foundation. vk.com slash scp foundation и artscp.com. Если вас интересует нечто серьезнее нарисованных солдатиков и солнца, то увидимся на страницах наших книг. До скорой встречи, уважаемые коллеги.